О чем говорят с высокой трибуны? О чем шепчутся в кулуарах? И как отдыхают участники Всемирного экономического форума в Давосе? Всю неделю на 99,6 FM. В швейцарском Давосе завершает свою работу Всемирный экономический форум. К нам по телефону присоединяется главный редактор радиостанции Финам-ФМ Катерина Романова. Катерина, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил и слушатели. Да, действительно, сегодня, 25 января, продолжает свою работу Всемирный экономический форум. Закончится все это завтра, а сегодня в Конгресс-центре идут пленарные заседания. Слены русской делегации проводят встречи с инвесторами и партнерами. Надо сказать, что в течение недели в House of Russia, это другая площадка, проходили не только брифинги и презентации, но и приемы компаний-партнеров. С воплощением House of Russia культурного образа России. Так, 23 января на приеме холдинга «Н-Плюс» Олег Дерипатский гости форума наслаждались произведениями великих классиков. В зертозном исполнении Дмитрия Когана и Самарского камерного оркестра «Волга-Суармоник». Вчера, 24 января, на приеме ОАО «Курорты Северного Кавказа» гости Дома России познакомились с национальной кавказской кухней, музыкой и танцами в исполнении государственного академического заслуженного ансамбля танца «Дагестана Лизгинка». Перед приемом мне удалось побеседовать с председателем Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмедом Билаловым. Фрагмент интервью предлагаю послушать сейчас в прямом эфире. Для нас «Довоз» такое особенное место. Дело в том, что два года назад президент «Медведи» представил наш проект именно в «Довозе» для международного аудитории, инвесторов. Поэтому мы, конечно, за два года очень далеко продвинулись. И для нас, в этом смысле «Довоз», может, конечно, наша биография где-то какое-то земное началось здесь. Что внутри в регионе происходит? Какая ваша нужная цель? Очень долго, конечно, Кавказом не занимались, в принципе. Были очень много негативных тенденций. В принципе, с назначением от Хлопоина ситуация начала кардинально меняться. Но не то, что Хлопоин, а сколько эта ситуация объявила о том, что мы этим вопросом занимаемся серьезно. У нас же нет вице-премьеров по биографическому признаку. Они у нас все по отраслям. А здесь, когда вице-премьер имеет возможность представить и президент, и правительство, это кардинально меняет его возможности. Поэтому буквально недавно появилась государственная программа развития системы Кавказа до 2025 года. Это показывает инвесторам возможность прогнозировать свои планы, строить свои какие-то отношения. И мне кажется, в этом смысле, вот те шаги, которые сделало государство, правительство, они очень наглядные и очень показывают решимость, что делается в регионе. Очевидно, что это показывает серьезность намерений, когда государство, конечно, мы в течение 10-15 лет будем делать вот так. Правильно ли я понимаю, что вы активно используете зарубежный опыт в развитии и в регионе его применяете на деле? Ну, безусловно, то, что мы сейчас делаем, это давно было сделано в 60-е годы в Италии, во Франции, в Германии, в Сейцарии. Естественно, мы стараемся взять лучшее и все делать, не повторяя тех ошибок, которые были сделаны. Ну, в частности, многие европейские курорты, они выросли из деревьев. Там есть масса ограничений, там люди нельзя переселить, там уже улицы узкие сложившиеся. Поэтому в этом смысле у нас возможно лучше, что мы можем делать все с нуля. Надо делать то, что будет актуально лет через 10-20, а не то, что уже сделано, копируя то, что сделано уже до этого. Добавлю только, что вчера лесгинку танцевали не только участники ансамбля, но и гости House of Russia. А сегодня вечером, 25 января, свой прием проведет финансовая корпорация «Открытие». О своем участии в форуме рассказал член Совета директоров Рубена Гамбинян. Вот здесь, в Давосе, вам помогло такое скопление лидеров для своего бизнес-сценария выстроить какой-то план, заключить какие-то контракты, провести встречи? Мы не смотрим на этот форум как на место, вот как, знаете, вот определенные форумы любят там сказать, что у нас на форуме было заключено столько-то контрактов, на какие-то суммы. Мы этим не меряем, мы потратили время на общение с экспертами, с контрагентами, на то, чтобы услышать их, что происходит, какие влияния происходят. Такая приятная возможность, не находясь в цитноте ежедневной деятельности, просто немножко отвлечься на какие-то происходящие в мире события, которые могут повлиять на твой бизнес. Ну, дело в том, что есть несколько таких важных, в общем-то, событий в мире или России, в которых надо принимать участие для того, чтобы просто понимать, куда все движется в твоей индустрии и вокруг. Потому что мы живем, в общем-то, в достаточно сбалансированной системе, и, соответственно, важно понимать, какие водные надо учитывать, когда ты строишь свою стратегию, бизнес, тактику и так далее, что происходит у других. Что касается стратегии, вчерашнее выступление по поводу стратегии развития Российской Федерации, какая из стратегий вам симпатична или, может быть, у вас есть своя? Да нет, те сценарии, которые, в общем-то, показаны, они вызывают определенное беспокойство больше, чем какой из них ближе. И я все-таки надеюсь, что удастся наладить процесс реформ для того, чтобы, ну, те негативные сценарии, которые были показаны, не произошли бы. На самом деле, в любом позитивном сценарии он очень простой. Как? Что будет конкретно делаться? Как и когда для того, чтобы все эти сценарии произошли? Мне кажется, у нас нет проблем идей, у нас нет проблем сценариев, у нас всегда есть проблема последовательного осуществления выбранного пути и движения по нему. Ваш прогноз по поводу заявки на Экспо-2020? Ну, у меня нет прогноза, я надеюсь, что мы это выиграем, если мы хотим это выиграть, если у нас есть деньги на то, чтобы это выиграть. Но, в принципе, мне кажется, мы уже достаточно участвуем во всяких международных процессах, вот. Поэтому уже и так достаточно будет результатов, их, мне кажется, видно. Поэтому посмотрим. Итак, последний прием, который проведет сегодня в Русском доме ФК «Открытие», будет заключительным. Больше официальных приемов и больших мероприятий для гостей форума проходить не будет. И это вечеринка, которую концерт проведет группа «Ленинград» и называется здесь как «Файл Пати». Завтра «Хаутсов Раша» будет работать в обычном свободном режиме, в котором могут также приходить гости форума и задавать свои вопросы тем, кто присутствует в Доме России. Ну и меняться контактами, узнавать, какие перспективы на будущее у этого взаимодействия возможны. Михаил. Катерина, скажите, пожалуйста, вот по вашим личным ощущениям, такое массированное присутствие России, презентация разных возможностей, которые есть в России, они достигли своих целей? Что иностранцы говорят? Иностранцы довольны, иностранцы проявляют большой интерес, и те, кто бывали на мероприятиях в «Хаутсов Раша», все уходили с широчайшими улыбками и долго пожимали руки организаторам, участникам и тем компаниям, которые, компаниям-партнерам «Хаутсов Раша», которые проводили здесь мероприятия. В общем, в целом, в самом «Давосе» мероприятий проходило очень много, связанных с Всемирным экономическим форумом, и я думаю, что те, кто посетил «Хаутсов Раша» здесь в «Давосе», получили или дополнительные, или первые, но весьма позитивные впечатления о России. Большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что с нами на прямой связи из «Давоса» была главный редактор радиостанции «Финам-ФМ» Катерина Романова.